Первая книга о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера писательницы Джоанна Роулинг вышла в 1997 году и сразу же обрела популярность не только у детей, но и взрослых. Затем стали выходить фильмы по её романам, а потом и приквелы картин, повествующие о событиях, произошедших задолго до рождения и попадания Гарри в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Хронология книг и фильмов о Гарри Поттере смотрите в этом видео, не переключайтесь. Серия фильмов «Фантастические твари, где они обитают» — это приквел к основной саге о Гарри Поттере, в которой события разворачиваются за 65 лет до рождения мальчика на свет. В 2001 году Джоанн Роулинг выпустила книгу «Фантастические звери и места их обитания». Они написаны от имени вымышленного известного магического зоолога Ньюта Саламандера, которое, по сути, можно считать псевдонимом Роулинг. В книге рассмотрены основные виды магических существ, описаны их отличия, рассказана история, как фантастических зверей скрывали от маглов и приведена их классификация, принятая Министерством магии. Саламандр долгие годы путешествовал по пяти континентам и собирал сведения о 75 видах магических существ, информацию о которых и разместил в книге. В 2016 на экран вышел фильм «Фантастические твари и где они летают», который стал приквелом к серии «Картина Гарри Поттера». Ньютона Саламандера сыграл британский актер Эдди Редмейн. Роль бывшего мракоборца Тины досталась Кэтрин Уотерсон, а не мага Якобы Ковальски Дэну Фоглеру. В 2018 году состоялась премьера фильма «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда», в центре которого находится противостояние Ньютона Саламандера, Тины и ее сестры Куини, Якобы Ковальски и Альбуса Дамблдора со злым волшебником Грин-де-Вальдом. В сценарии картине написала Джоан Роулинг, она же стала продюсером. Следующей по порядку идет картина «Фантастические твари. Тайны Дамблдора», вышедшая на экраны в 2022 году. Сценарий написали Джоан Роулинг и Стив Клоуис. События фильма разворачиваются в начале 1930-х годов, когда в магическом мире должны пройти выборы главы Международной конфедерации волшебников, один из основных претендентов Грин-де-Вальд. В этой части также с дому волшебнику будет противостоять Альбрус Дамблдор с друзьями. В молодости они близко дружили и даже дали нерушимую клятву на Крэви, согласно которой не могут нанести вред друг другу. Интересный факт. В «Фантастических тварях» Тайны Дамблдора остался все тот же каст актеров, но Джонни Депп заменили на Матса Миккельсона. Если человек никогда не читал книги и не смотрел фильмы о Гарри Поттере, то лучше всего сделать это так, как я рассказываю в этом видео. Начиная с событий, произошедших задолго до рождения мальчика, и заканчивая его приключениями во время обучения в Когвартсе. И после его окончания. Первый фильм это «Гарри Поттер и философский камень». Первая часть «История жизни юного волшебника Гарри Поттера» вышла в 1997 году под названием «Гарри Поттер и философский камень». В ней повествуется о том, как 11-летний мальчик узнает, что он волшебник, попадает в школу магии Хогвартс и обретает друзей в лице Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Вместе они находят философский камень, тем самым предотвращая попытку Волан де Морта, убившего родителей Гарри, вернуться к жизни. В 2001 году вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень», в котором были задействованы Даниэл Рэдклифф, он же Гарри, Руперт Грин, Рон, Эмма Уотсон, Гермиона, Том Фелтон, Драко Малфой, Ричард Харрис, он же Дамблдор, Мэгги Смит, Профессор Макбонагал, Робби Колтрейн, он же Хагрид, Йен Харт, Квирел, Алан Рикман, Северус Снейп и другие. В следующем хронологии книги фильмов о Гарри Поттере оказался роман Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и тайная комната». История, вышедшая в 1998-м, рассказывает о втором годе обучения мальчика в Хогвартсе. Эллифф Добби появляется в доме Дурслей, тети и дяди Гарри, и просит его в этом году отказаться от поездки в школу, так как мальчику грозит опасность. Но Поттер его не послушал и попал в очередную неприятность. В школе начались нападения на маглорожденных учеников, они застывали на месте, на лицее был написан ужас. Подозрения пали на Гарри, так как он владеет змейным языком и практически всегда первым оказывался на месте нападения. Теперь парню необходимо доказать свою невиновность и снова сразиться со злом. Одноименный фильм вышел в 2002 году, в нем были задействованы прежние актеры, но добавились и новые персонажи. Например, Джинни Уизли, Колин Криви, Том Редли и Златопуст Локанс. В третьей части книги Гарри Поттер и Узника Скобана, вышедшей в 1999 году, Гарри переходит на третий курс обучения Хогвартсе. Вместе с Роном и Гермионой ему предстоит узнать, как он связан со сбежавшим из-за Скобана волшебником Сириусом Блэком, которого подозревают в пособничестве Волан-де-Морту. Фильм Гарри Поттер и Узника Скобана вышел в 2004 году. На этот раз роль Альбуса Дамблдора исполнил Майкл Гэмбан, заменив скончавшегося Ричарда Гарриса. Также появились новые герои. Профессор Римус Люпин, Сириус Блэк и Питер Петтигрю. Гарри Поттер и Кубок Огня. На четвертый год обучения Гарри Поттер против своей воли оказывается одним из участников турнира Трех Волшебников. Из Кубка Огня его имя выскакивает четвертым, хотя сам Гарри его туда не помещал. Теперь ему предстоит не только сразиться на турнире, но и разгадать загадку, кто подстроил его участие. Эти события описываются в книге и фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня», вышедших в 2000-2005 годах соответственно. Среди новых персонажей Седрик Дигари, Виктор Крам, Флэр Деракур, Аластор Грум и возродившийся Волан-де-Морт. В пятой части «Гарри Поттера и Орден Феникса», вышедшей в 2003 году, Гарри едва не исключается из Хогвартса за то, что на летних каникулах он воспользовался магией и спас своего кузена Дадли от Дементора. Вскоре он попадает в дом своего крестного Сириуса Блэка и узнает, что его близкие друзья основали Орден Феникса, чтобы противостоять Волан-де-Морту. Но и в самой школе грядут перемены, ведь Дамблдора могут отстраниться от должности директора. Премьера одноименного фильма состоялась в 2007 году. В списке новых персонажей появились Палумна Лавгуд, Долорес Эмбридж, Белатриса Ластрейндж и Нимфодора Тонгс. В шестой части «Гарри Поттер и принц полукровка», вышедшей в 2005 году, от возвращения Волан-де-Морта и его пожирателей смерти страдают не только волшебники, но и маглы. Гарри узнает, что Уолан-де-Морта создал несколько стрижалей, найдя которые он сможет вернуть свои силы. В то же время выясняется, что драк Малфы становится пожирателем смерти и от злого волшебника получает задание убить Дамблдора. Помочь ему в этом обещает профессор Снейп. Дамблдор отправляется на поиски крестражей и Гарри ему помогает, не забывая при этом следить за Малфы, который устраивает покушение на директора Хогвартса. В результате Дамблдор все же погибает, а Гарри решает больше не возвращаться в школу, посвятив жизнь поиску оставшихся крестражей и уничтожению Волан-де-Морта. Его поддерживают троны Гермиона. Фильм «Гарри Поттер и принц полукровка» вышел в 2009 году. В нем также появилось несколько новых персонажей, среди них Гораций Слизнорт. С заключительной седьмой частью в хронологии книг и фильмов о Гарри Поттере является роман «Гарри Поттер и дары смерти», вышедший в 2007 году. Стоит отметить, что экранизацию творения Роллинг было решено разделить на две части, премьеры которых состоялись в 2010 и 2011 годах соответственно. По сюжету Гарри, Рон и Гермиона отправляются в путь, чтобы выполнить последнее задание Дамблдора – найти крестражей и уничтожить Волан-де-Морта. А в мире магии в это время началась война между волшебниками и сторонниками Темного Лорда, пожирателями смерти, которые захватили Хогвартс. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.